Приветствую друзья. Если помните, компания 7 Герц набрала популярность после первых же выпущенных ими наушников. Они сосредоточились на самых передовых технологиях, привлекли грамотных специалистов по печати, подбору комплектующих и настройке излучателей, но главное не боялись экспериментировать. С одним из их немного неординарных, на мой взгляд, решений я и предлагаю сегодня познакомиться. Как должно быть понятно из названия, внутри 7 Герц 5 трудится сразу пять 6-мм динамиков, разнесенных по разным частотным отрезкам. Любопытно, да не то слово. О них и поговорим. Поехали. Коробка, на мой вкус, выглядит дорого. На ней мы видим саму модель, просто и в разрезе. Компоновку драйверов внутри, а также список их технических характеристик. В комплекте шла макулатура, интересный резиновый бокс на молнии, запасные сеточки и фильтры в звуковод и два набора силиконовых амбушюр, в том числе и мои любимые КБ07. Кабель смотрится отлично. Это удобная полупрозрачная лапша на прямом металлическом штекере с сопротивлением на каждой из жил всего по 18 сотых Ом. Менять его ни в коем случае нельзя, позже объясню почему. Сами чашечки сделаны из гипоаллергенной смолы, сквозь которую прекрасно видна заявленная батарея динамиков. Компенсационных отверстий здесь три, причем все они направлены назад. Средний по габаритам звуковод и простейшая внешняя часть с интересно играющим на свету рисунком. Есть в этом нечто гипнотическое, да и сидят они весьма удобно. Вот так друзья это все и выглядит. На измерениях у нас быстрый по скорости затухания и импульс, небольшие расхождения между каналами и искажения в пике достигающей 1,45%. Что чуть-чуть, но превышает норму. Фаза слегка плавает, а водопады на 30 и 60 дБ вы видите на соответствующих графиках. По АЧХ же низкие частоты приподняты аж на 15 дБ. С практически затонувшей серединой и столь же выраженной областью разборчивости. При этом на пике, отвечающем за имитацию ушной раковины, нам сделали еще больший акцент. Чуток подчеркнули 8 и 13 кГц и сразу после 16 кГц все окончательно увели на задний план. Даже сравнивать это ни с чем не хочу, бюджетность тут практически во всем. На слух к ним действительно есть вопросы. Серединка, как я уже сказал, машет нам откуда-то с задних рядов. Звук немного приглушенный, с неестественно острыми воздушными высокими частотами и ощущением на них легкой синтетики. Понятно, что 5 это бюджетное решение, однако настолько спорные настройки у компании 7 Гц я лично еще не встречал. При этом бас здесь насколько это возможно глубокий и текстурный. Верхняя серединка наделена легким аналоговым смягчением. Все очень достойно по разрешению, выразительности и передаче эмоций, но и у тембров присутствует кое-какой объем и насыщенность. Джазовый женский вокал вполне ожидаемо ярчит на верхних регистрах, немного пересвечивая полотно и добавляя туда чуток агрессии, грязи и сумасшедшего драйва. Для рока такое точно подойдет. К большей части всего акустического у меня тоже в принципе вопросов нет. Ну и клубной и популярной музыки это тоже идет на пользу. Говорить же о них в контексте аудиофилии можно лишь с рядом описанных мною допущений. Они, как мне кажется, прямо таки нуждаются в адаптации. То есть к ним нужно привыкнуть. С наскоку оценить 7 Гц 5 даже я не сумел. В плане подачи эти наушники жирненькие с легким намеком на мониторность. В сравнении с тоже спорно настроенными KZ AS10 PRO герои обзора кажутся мягче, теплее, с чуть меньшей динамикой, чуткостью и разрешением. Не такими бодрыми, но более, так сказать, бархатными на слух, комфортными и насыщенно певучими. То есть снова лишь Zenith они плюс-минус на одном уровне, но с отличающимся характером. Мне, конечно, очень нравится прозрачность KZ, зато 7 Гц масштабнее и гораздо взрослее. Тамбрально 5, друзья, просто космос. Тут даже не поспоришь. Кеверсканта на фоне 7 Гц показали себя более выразительными и ровными, с лучшей прорисовкой, мелодикой и полноценными высокими частотами. Без сибилитивных призвуков и яркости, что мы наблюдаем в наших FIVE. Возможно, подобная конфигурация динамиков по-другому здесь просто не работает, но, как я уже сказал, со временем слух адаптируется и буквально через пару часов ничего другого просто не хочется. Сочность и эмоции тут прямо бьют ключом. Штатный кабель здесь тоже, скажем так, не из простых. На слух он слегка маскирует верха, задвигая в глубину трека, но при этом чуть падает выразительность, немного теряется глубина и появляется излишняя однородность. Как решение отлично, поэтому я и говорю не менять штатный кабель. Но с очевидными плюсами приходят и новые особенности. Итогом наушники FIVE от компании 7 Гц залипательно выглядят. Удобно сидят. Кабели-насадки в комплекте отличные. Неплохая согласованность каналов, быстрейший импульс, добротные искажения и, на мой вкус, слишком уж амплитудный график АЧХ. Звучат же они магнетично, басовито, довольно глубоко, с неплохим разрешением, выразительностью и динамикой, но с заметно притопленной серединой и неестественно сибилитивным и агрессивным верхом, который к тому же дает легкий эффект приглушенности. Все это прекрасно маскируется штатным кабелем, так что даже не думайте его менять. Не повторяйте моих ошибок. Полюбить же такие наушники проще простого, но для этого к ним придется привыкнуть. Мне тут понравился масштаб, тембральная насыщенность, комфорт и та самая эмоциональная вовлеченность. В целом очень достойно. В ряде аспектов же это обычные бюджетные наушники. А у меня на этом все. Это была модель 7 Гц 5. Не забывайте, что у меня есть группы ВКонтакте и Телеграме. Подпишитесь на них наконец-то. Всем, друзья, добра! Субтитры сделал DimaTorzok